Детки в клетке Мальчик – воспитанник детского дома. Ему 10. Светлана – врач. В свободное время – волонтер. Принимает участие в разных мероприятиях детдомов, но на этот раз решила провести время с воспитанником один на один. Хорошенький такой. Сам дашь ему яблочко, нет? А он не укусит? Нет, не укусит. Ну, я ж не укусил. Сейчас он там доест. Нет, я боюсь. Смотрите, как он красавец. А он сам дрожит. Он тоже нас боится, между прочим. Хаким поначалу рабел и заходил к животным с опаской. После освоился и даже нашел среди местных зверей любимца. Щекотно. 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 Щекотно за руку. Как хомяк. У меня… Тупый такой, да? Ну. Как подушка. Тупый такой. Где он хочет с тобой познакомиться. Харька когда-нибудь везет? По телевизору только. Пока гуляли по зоопарку, Светлана рассказала Хакиму про животных и научилась с ними общаться. Мальчишка старательно все запоминал. Это очень интересный, позитивный ребенок, доброжелательный, который ищет себя в этой жизни, ищет свою семью, очень хочет понравиться будущим родителям, интересуется окружающим миром. Я надеюсь, он очень многого добьется в этой жизни. Это не настоящая планета. Ну, это игрушечная, но мы с тобой послушаем. Хакима не проведешь. Мальчик уже знает, что Земля круглая, а Солнце – центральная звезда нашей Солнечной системы. Детям можно принести огромное количество добра, ну, не только взяв их на усыновление или на опеку. Вполне себе достаточно быть волонтером, достаточно быть родителем, который берет ребенка на выходные и праздничные дни. Это уже супер. На самом деле, самый лучший опыт, который может получить родитель, это действительно побыть волонтером, прийти туда и пообщаться с этими детьми. И он ответит на все свои вопросы сам себе просто в течение месяца-двух, пока он общается с этим ребятишком в реальности. И это на самом деле самое эффективное. Даже психолог, он на что-то натолкнет, но не всегда это будет до конца проработано. У меня для тебя есть небольшой сюрприз. Чтобы ты понял, помнил нашу с тобой встречу и имел возможность играть вот этим замечательным подарком. Хорошо? Это тебе, это твой. А еще я тебе спекла вкусное печенье домашнее. Ты будешь иметь возможность сегодня попить чай со своими друзьями. Хорошо? Пожалуйста. Пожалуйста. Это все тебе. В будущем мальчик хочет стать спецназовцем и спасать людей. Для этого уже сейчас старается чаще заниматься спортом. В промежутках между съемками не удержался и побегал по эскалатору. Все потому, что он ребенок, а значит ему нужна семья. По вопросам усыновления и опеки Хакима обращайтесь по телефону 258 15 33. Верят, что Хаким скоро отправится домой Виктория Лазарева и Константин Шубкин.